И в продолжение темы. Десятки детей из многодетных и малообеспеченных семей сегодня получили портфели с канцелярскими принадлежностями от сотрудников силовых ведомств. Перед началом нового учебного года они традиционно организуют акцию «Собери ребенка в школу». Татьяна Набиева – многодетная мать. Несмотря на финансовые трудности и сложности со сборами в школу, свою семью считает счастливой. Ее главное богатство – это дети. У нас семья большая, трое детей, многодетные. Сейчас детей в школу собрать очень сложно, тяжело, дорого. Рюкзак получаем первый раз. Очень благодарны, спасибо. Прямо как раз не было рюкзака в школе, и вот тут теперь не покупать. Таких семей, как у Татьяны, в Ангарском округе десятки. И каждой из них нужна помощь. Ее сотрудники силовых структур организовывают ежегодно в формате акции «Собери ребенка в школу». В этих портфелях есть все необходимое для учебы. Дневники, альбомы, ручки и карандаши. Организаторы продумали все до мелочей. Имущих многодетных семей на территории Ангарского городского округа у нас достаточное количество. Ребятишек стараемся поздравить ежегодно. Сотрудники у нас с большим удовольствием участвуют в благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Мы подготавливаем наборы канцелярии, рюкзаки для первоклассников. Мы стараемся помочь всеми нашими возможными силами. Акция «Собери ребенка в школу» в Ангарском округе уже стала традицией. К ней с готовностью подключаются сотрудники полиции, ГИБДД, ГУФСИН и Росгвардии. Сегодня, с началом учебного года, они поздравили около 30 детей. И акция еще продолжается. От руководства следственного изолятора и всего личного состава мы поздравляем детей, которые в этом году идут в первый класс, также детей, которые продолжают обучение с Днем Знаний. Мы рады подарить, поучаствовать в этой благотворительной акции, подарить портфели и другие канцелярские принадлежности для детей. Акция у нас проводится ежегодно, можно сказать, уже традиционная. То есть, личный состав с пониманием относится к данным акциям. Ну и желаем, да, действительно, чтобы учились на пятерке, четверке, радовали родителей. Разглядывая новые дневники, дети обещают благотворителям учиться хорошо и приносить домой только положительные отметки. А чтобы дорога до школы и обратно была безопасной, сотрудники ГИБДД вручили им памятки о правилах поведения на дороге. Андрей Иванов, Анастасия Москаленко, Дмитрий Новопашин. Местное время.